Привет, ребятки! Добро пожаловать в предательский гараж. Гараж обычного грузчика. Сейчас только главное включить. Всё, теперь добро пожаловать. Считай, включено вы тут. Видео будет разговорное, ничего особенного, не без всяких суперзаворожительных вступлений. Просто я решил совместить приятное с полезным, записать такое вот душевненькое видео из гаража во Флориде. У меня тут не прибрано. Как видите, я разобрал мотор от лодки. Но сейчас я особо об этом рассказывать не буду. Я просто так запишу, чем я занимаюсь. Приберусь только, не буду даже нарезать. Вот как есть, пацаны, так есть. Тектон инструменты, хорошие инструменты. Вот у меня целая куча тектон инструментов. Оп, объявление упало. Предательский гараж. Это, конечно, название не окончательное. Это так чисто по фану для развлечения. Электрический в рейндж такой. Классная штука. Миллокер. Офигительная. Видите, у меня здесь посылок много. Вот здесь посылки. Вот тут посылки. Я вчера приехал с Трипа. У меня один день есть сегодня. Мне их нужно распаковать. Удивительная вещь, что раньше было лень, знаете, ходить по магазинам. И удобно заказывать все на дом. Лень стала, да, ходить. А сейчас мне стала лень распаковывать эти посылки. То есть, вот их вроде привезли. Гараж сами открыли, доставщики. И положили посылки. Сюда складывают, сюда, где угодно складывают. То есть, даже заносить их не нужно. Но теперь их нужно распаковывать. И, пацаны, человеческая лень не знает границ. Распаковать даже лень уже. Так, у меня здесь разобранный движок. Надо быть осторожненьким. Я освобожу стол. И прямо здесь буду разбирать. Сейчас у нас дождик на улице. Я хотел помыть машину. Купил кавер для Теслы. Потому что она у меня сейчас на улице стоит. Думаю, надо хотя бы кавером-то ее накрыть. А то как-то неприлично получается. Это вот насос масляный я подвинул. Это болты. Более подробно о движке, конечно, я буду рассказывать в другом видосе. Это не про это сегодня. Это болты, они все сгнили. Я их все замерял с помощью вот такой приспособы. Замерял резьбу, длину и заказал кучу новых болтов. Вот такая у меня есть линейка для измерения болтиков. Опять этот предательский падает. Все в масле. Не хочется ручки пачкать. Господи, подвинул. Где этот? Полотенчики бумажные очень популярны в Америке. Все американцы ими используются. Я тоже распробовал. Это реально классная штука. Прям огромными пачками таким покупаем. И расходуем. Это кольца от движка. Все, положу куда-нибудь сюда. Сегодня я планировал помыть Теслу. Помыть запчасти от движка. Движок помыть, покрасить планировал. Но так как погода не очень. Я буду распаковывать посылочки. Я честно уже сам не знаю, что там. Я так всегда делаю, заказываю. Пока в Трипе. На Амазоне. На ebay. В основном на Амазоне. Что это у нас? Ага, я знаю. Это специальный инструмент. Для картриджей. В России немножко они по-другому выглядят. Может быть, конечно, и такие же есть. Но мне кажется, в России они выглядят по-другому. Опа. Надо сразу пакет взять, чтобы мусор складывать. Ну да, это вот картриджи сюда засовывается. Клей там, смазка. Я вот для смазки взял. То есть, это такой пистолет. Давай, давай, откручивайся. Да, это пистолет такой. Тут он просто по-другому выглядит. Как-то более помощнее, конечно, выглядит он, чем в России вот эти продаются. Ну, у меня есть покачественнее и в России. Как он работает. Впервые держу в руках его, так что не надо мне тут. А, Жека, пистолета не видел. Такие не видел. А вот ствол от него прикручивается сюда. И вот так вот он работает. Сейчас приближу камеру. Сразу нужно взять такой пакет здоровый, чтобы весь мусор туда складывать. Пригодится. Гриостек. Все заказал на Амазоне. Ладно, разберемся. Пока его в сторонку. Дальше какие-то пакетики. Распаковка инструментов. Ну, болты. Я заказал болты. Должны быть титановые болты. Вот мне интересно. Болты тоже на Амазоне заказал. Неохота ехать, искать, выбирать. Ух, пацаны. Че у вас там? Как дела-то? О, а вот это было открыто. Интересно. Пакетик был открыт. Вот так вот он был открыт. И болтики рассыпаны. Не знаю. Тут набор болтиков. А, и разбито. Вот это можно будет возместить. Коробка разбита. С болтами. Здесь тоже болты. Одни болты. Много болтов. Это ультра-слик. Это когда я буду engine assemble lube. Это, короче, жидкость для сборки двигателя. Когда я буду собирать, я буду смазывать различные важные места. Да, коробочка раздавилась. Ну, ничего, не проблема. Я на Амазоне напишу. Может, мне возместят, может, нет. Пофиг. Ничего страшного. Что у нас тут? Что-то тяжелое. Тут сразу много всего. Это, во-первых, картридж, который вот в этот пистолет вставляется. Это Marina Grist. Ну, это, короче, смазка для лодок. Она соль держит. Болты можно смазывать различные места, чтобы они не заржавели. Так, это у нас такие специальные плаерсы от американских компаний Changeloc. 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 Вы обязательно вконтакте напишите, как правильно произносить. И скажите, как он вообще в Америку попал без английского. Как так? Классные штуки, качественные. Это, в общем, такие шайбы раздвигать. Вставляешь там и раздвигаются они. Changeloc. Это старая американская компания. Очень популярная. Я просто названия все эти знаю только по-английски. Так как я с механикой вообще не знаком был в России. Я без понятия, как они называют. Но это называется external ring. Retaining ring. То есть external ring вытаскивать. И internal ring. Классная штука. Тоже оставляем. Опаковку сразу выкидываем. Тут сразу опять болты. Много болтов мне нужно для мотора. Я решил все болты поменять. Болты точно должны быть те. Мне надо их будет пересчитать. Вот еще болты. Болты, болты, болты. Так. Это коннекторы. У меня там один коннектор отсутствует. Было сделано на спайку. Еще болты. Хорошие болты. Прям видно качественные. Отлично. Я доволен. Все как на фотографии, как обещали. Качественные болты. Сейчас посмотрю, что здесь. Тоже болты, но какие. Они просто разной длины все. Очень много разновидностей. Мне понадобилось болтов. Болты, болты. Мне интересно найти эти из титана болты. Я заказал болты из титана. Это такая американская, грубо говоря, масленка. То есть сюда масло наливаешь. Тоже какая-то старая американская компания. Golden Rot. Видел, что механики пользуются. На ютубе америкосы. Думаю, тоже буду как америкос. И вот так оно выглядит. В общем, такая вот масляная штука. Когда буду собирать инжин, мне будет немножко полегче смазывать что-нибудь. Ну, просто, чтобы руки не марать. Удобненько. Оно ничего не стоит, а помогает в жизни хорошо. Так. Это... Я не знаю, как это по-русски называется. Не знаю. Workbench. Это по-английски называется. Как-то так. Может быть, и не так. Ну, да. Bench называется. Типа станок, рабочий станок. Переводится. Какие названия по-русски, я без понятия. Ну, небольшие, но мне хватит. Как раз у меня вот есть набор болтов. Я прикручу к столу. И будет вообще классно. Будет у меня такой workbench. Оставляем. Классная штука. Коробку сюда. Это снимать всякие ринги, колечки. Отверточка. Тоже распакую сразу. Упаковка дурацкая. Все достану. Инструментов у меня уже полный гараж, пацаны. Мне уже нужен тулбакс. Тулбакс стоит тысячу баксов. Может быть, куплю себе его как вознаграждение, если движок соберу. Если он запустится. То есть, я пойму, что я не дурачок. Могу себе позволить. А это, скорее всего, кавер. Для Теслы. Тесла кавер. Хочу ее поберечь немножко. Поэтому купил кавер. Да. Это он. Вот так он выглядит. Официальный кавер стоит баксов 500-600. В общем, целое состояние. Я купил реплику на Амазоне. Оно в вакуумном пакете. Реплика стоит не помню сколько, но помню, что в разы дешевле. И что ценник так сильно не кусался. Да, хорошее качество. Тоже надо достать. И сразу выкинуть. Потому что, видите, сколько мусора. Мусора невероятное количество. Каждый американец производит. Да и все люди на земле. Деланы только в американцах. Хороший кавер. Помою тачку. И накрою. Он сшит специально под Model X. Положу его сюда. Это у меня насос масляный. Я его разобрал. Посмотреть, что внутри. Погнали дальше. Что бы здесь могло бы быть? Понятия не имею. Эх, эх. Наверное, титановые болты, я надеюсь. Нет, слишком маленькая упаковка. А, это датчики. Это датчики воздуха для двигателя. Датчики воздуха. Я его уронил. Решил поменять все датчики. Тем более, что они стоят не так дорого. Следующая упаковка опять болты, пацаны. Сегодня у нас выпуск про болты. Болты, болты. Качественные болты, надо сказать. Потому что мои уже сгнили у лодки. Priority Mail. Понятия не имею, что здесь. Понятия не имею. А, тут колечки. Для поршневых. Поршневые колечки. Прислали Priority Mail. Ничего себе какие. Думали, что мне срочно надо. А мне не срочно. Мне бы подошло и обычной почтой. На ощупь я понял, что здесь колечки. Ага. Да. Вот так выглядят колечки. Aqua Sport Performance. Три кольца на три поршня. Три поршневое. Три поршня у меня. Три поршня. Три поршневой двигатель. Гоним дальше. А, это матвейки. Майки. Ничего особенного. Майки для матвейки. Я их уже покупал. Поэтому знаю, что они как раз. Ага. Это для того, чтобы кольца как раз таки одевать. На поршень. Здесь специальные плаерсы. Чтобы одевать кольца. Их, конечно, можно и вручную одеть. Да, это приспособа тоже не особо нужна. Это, чтобы вставлять в цилиндры поршень. Такой колодец. Я не знаю, подойдет ли он по размеру. Я уже вижу, скорее всего, не подойдет. А может подойдет он так-то? Да-да, подойдет. Что-то я сделал. Походу, я уже сломал. А, это пружина просто. Да, подойдет он очень большого размера. В общем, это такой цилиндрик. Поможет вставлять. Необязательная штука, но пускай будет. Че же нет. Пакетики, наверное, оставим. Коробочку выкидываем. Огромный мусорный пакет. Едем дальше. У меня тут много посылочек, пацаны. Такое вот душевненькое видео из гаража. А это носочки для Матвейки. Тоже оставляем, пакетики выкидываем. Дождь закончился. Сейчас, может, солнце выйдет. Будет возможность еще и машину помыть. Вот так вот проходят дни в Америке, во Флориде. Распакованы целыми днями посылки. И ждем, пока дождик закончится. Так, это набор как раз-таки колечек внутренних. Я не знаю, пригодятся они или нет, но, типа, ничего не стоит. И лучше, чтобы они были под рукой. Такие вещи. Это вашерс. Ну, тоже какие кольца. Я не знаю, как все это по-русски называется. Вы можете меня залашить в комментариях. Типа, вот какой-то умник. Ничего не знает, как по-русски называется. Потому что я, пацаны, в России не сталкивался ни с чем. Еще болты. Какие-то они короткие. Что-то где-то я не то выбыл. Ну, ладно. Пусть будут. Все это стоит копейки, но искать это еще болты. Невероятное количество болтов у меня. Но это меня радует. Без проблем соберу движок. Так, началось интересное. Shop SBT. Это что-то из тюнинга должно быть для лодки. Shop SBT. Ага, нет, это не тюнинг. Это направляющие у цепи. Timing chain... Блин, я знаю, как это произносится. Timing chain guid... Guidance. Как-то так, не знаю. Произношение у меня, конечно, дерьмо. Но главное, что... Вот, это такая пластиковая штучка. Направляет цепочку. Тоже решил поменять все это, все расходники. Ого, даже чек приложили. Вот это серьезные люди, SBT. Надо будет у них заказывать. И наклеечка. Ого, офигеть. Наклеечку дали. Блин, я прям как вилсиком уже распаковал Apple. Еще письмо написали. Дорогой предатель, надеюсь, у вас все получится. Я тоже надеюсь, это все выкидываем. А вот и цепочка. Цепочка почему-то вывалилась из пакета. Видимо, юзаная. Ну, с виду как новая. Цепочка. Тайминг чеи. Положим сюда. Она вся в масле немножечко. Не хочу пачкать ручки. Все, это все выкидываем. Гоним дальше. Еще коробка. Коробки любых размеров есть у меня. Да, пацаны, просто распаковка коробок. Просто так решил совместить приятное с полезным. Это маска. Маска и фильтра. Я решил еще покрасить движок. Но решил не рисковать здоровьем. Поэтому заказал маску и фильтра. Коробка отправляется сюда. Дальше. Господи, по-моему, я даже не помню, неужели я еще что-то заказал. Вроде бы уже и так кучу всего прислали. Это только часть. Еще половина посылок не пришло. Я же их недавно совсем заказал. Так, Wizards Power Sport. То есть тут хорошо запаковали, не пожалели бумаги. Молодцы. Ага. Я понял, что это. Wizards Power Sport. Это, пацаны, кавер. Магнету кавер. Он закрывает магнету. Про это, конечно, надо отдельно рассказывать. Потому что мой кавер, он у меня есть, но он мне, знаете, не понравился. Я решил заказать новый. Вот они приложили болты. Это, конечно, не новый, он юзанный. Но лучше, чем мой. И болты они приложили. Болты, блин, ну болты говно. Болты говно. Ну, один, по крайней мере, я вижу говно. Может быть, остальные более-менее. Но мне болты не нужны. Мне нужен вот этот кавер. Они его в пленку затянули. Дело в том, что к этому каверу суперчарджер, компрессор, грубо говоря, турбина компрессора крепится. И она крепится на трех болтах. И когда я разбирал, я увидел, что мой конкретно, мой компрессор держится не на трех болтах, а на двух. А третий болт, видимо, в последнем ремонте, третий болт спиливали. Видно, что компрессор делали ребилд, спилили болт и спилили его отвратительно. И дело в том, что второй болт я тоже спиливал, но уже сам, но я спилил его качественно и хорошо. Да, здесь все окей, кажется. Главное, чтобы... Он, конечно, грязный, это я все буду мыть. Он хоть и грязный, но выглядит лучше, чем мой. Один фиг. Это все надо мыть, отмывать. Я вообще думаю, просто водой с мылом все это помыть. Вообще пофигу. Здесь еще один масляный насос. Два масляных насоса в лодке, в одном маленьком моторе на полтора литра, я не знаю, сколько там объем. Да, скорее всего, полтора литра. Два масляных насоса, то есть он турбированный. Здесь вот я вижу сетку масляную, фильтр. И оно превращен... И оно выглядит как говно. Хорошо, что я заказал новую. Такие вещи, конечно, нужно заказывать новыми. Мне придется снять магнета с моего кавера. В общем, я проверил, все окей. Вот сюда вставляется компрессор, в эту дырку. Вот три болта. Раз, два. И, по-моему, вот этот третий. И у меня вот этот болт был спилен. И он спилен был колхозно. Вообще весь мотор мой был собран колхозниками какими-то. Знаете, пацаны, это мой первый мотор, который я разобрал. И я в этом ни хера не понимаю, но даже я бы такой херней заниматься бы не стал. И когда я понял, что у меня один болт нужно спилить, ну, такое бывает, знаете, соль, воздействие соли уничтожает все на свете. Сейчас я найду, покажу, с помощью чего я его отпилил. Отпилил я его аккуратно, так, что можно было использовать. Но когда я отпилил свой болт, я его снял, снял компрессор, увидел, что третьего болта нету, и он был отпилен колхозно. Вот с помощью такой штуки, дремель, на батарейках, вот здесь батарейка, я отпиливал. Вот видите, это очень аккуратно и очень, очень, очень нежно я отпилил. Никаких проблем у меня не возникло. Так вот, раз, жик, и все. И болтика нету. И кавер можно было использовать дальше, но дальше я увидел, что предыдущие колхозники, которые разбирали этот движок, отпилили его полноценным гранером, большим, не таким маленьким, аккуратным, а здоровенным, блядь. Здоровенные хреновины отпилили. В общем, эта штука стоила мне в 100 баксов. Как бы небольшая проблема, ну, небольшая цена, ну, что есть, то есть. Все это оказалось решаемо. Просто положу на пол пока что. Места у меня нету. У меня два стола и места все равно не хватает. Коробку надо будет разобрать, а мусор сюда. И последняя коробка на сегодня. А, здесь ничего особенного, как и в прочих предыдущих. Это уже с Амазона. А, точно. Это Cleaner & Greaser DeGreaser. Отмывает, короче. Отмывать двигатель. WD-40 бренд. Немного потек. Немного он мокрый, но доехал. Вот так вот. DeGreaser & Cleaner. Классная штука. Я уже одну использовал. В Америке очень популярный бренд, этот WD-40. Смотрите, а это набор губок. В оптовом количестве я взял. Тут их должно быть 24 штуки. Это губки, чтобы посуду мыть, но я буду мыть двигатель. Тоже сюда. Заказал еще резиновый коврик. Я постелю его на бетон. Вон там он и буду мыть. Поставлю движок, ну, части двигателя на этот резиновый коврик. Это обычный коврик из-под душа. Ну, я подумал, что же мне не ломать же двигатель, чтобы как-то безопасить его от соприкосновения с бетоном. Я решил просто купить коврик из-под душа, самый дешевый. Ага. А здесь просто набор баночек. Набор баночек, с помощью которых можно будет упростить себе немного жизнь. Сюда наливается вода мыльная, ну, обычная. Тут целый набор их. Прикольно, да? Целый набор таких баночек я купил. Ну, потому что ты не можешь купить одну, потому что никто не будет тебе посылку за доллар сюда слать. Ты должен купить сразу вот целую тонну этих баночек. Ну, ничего, в хозяйстве пригодится. Вот такая вот распаковочка, пацаны, все распаковал. Еще сегодня посылки должны приехать, дождик закончился. Но машину сегодня мыть как-то туповато. Пока солнца нету. Здесь у меня есть стенд для двигателя. Эта штука, указатель на магните. Он крутится. Здесь я разобрал движок. Просто решил показать, чем предатель живет в последнее время. Я разбираю движок. Конкретные разборки, наверное, в другом видосе. Это вот болты, это башка. Клапана я еще не собрал, но у меня есть специальный инструмент, чтобы снять клапана. Может быть, даже сейчас я их сниму. А, у меня еще не могу. Я их, наверное, сейчас не буду снимать. Вот эта турбина, компрессор. Компрессор я решил не разбирать. В любом... Я только отмою его. Ребилд компрессора можно будет сделать потом. Вот этот вот кавер, который у меня... Который я уже заменил. В общем, весь двигатель вот поместился на этом столе. И какие-то части, но это уже от турбины. Не от турбины, а от... Помпы. Помпа лежит на полу. Движок тут. Лодка там, за спиной. Это у меня кран. Опа. Кран классный, помог мне. Очень меня выручил. Вот такой вот предательский гараж, пацаны. Хммм. А давайте-ка еще и голову разберем. Ребятки, все, что я сейчас делаю, я делаю в первый раз. Это вообще мой первый двигатель, который я разобрал. Который я достал. Я никогда в жизни этим не занимался. Я понятия не имею, что это такое. Я вот запихал ватные штучки. В каналы, когда разбирал. Не планировал бошку разбирать. Но я заказал... Я думаю заказать титановые тарелки и какие-то усиленные клапана. Я без понятия, надо это мне, нет. Почитал на Мерикосовском форуме, что титановые тарелочки ставят. Якобы это прям помогает выжать двигателю. Я буду сидеть, делать это сидя. Не хочу стоять. Что-то у меня сегодня особое настроение. Буду откручивать снаружи вовнутрь. Потому что, пацаны, есть... А я даже часики сниму. Не хочу их засрать. Что, пацаны, какие там сегодня новости-то были? Арестовали группу адвокатов, если вы не в курсе. Группа адвокатов. Из Брайтон-Бич. Такие, как Юрий Мойша. А давайте я почитаю. У меня есть телеграм-канал, кстати. Можно заодно прорекламировать. И вот в телеграм-канале там ребятки все быстро публикуют. Телеграм-канал, ссылочка в описании. Я вам лишь зачитаю, что я тут... Так, это порнушка. Так, ага. Список адвокатов. Юрий Моша, Илона Джамгарова, Артур Аркадиан, Владимир Донской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Шербина, Энкатерина Лайсюченко. Короче, там около шести адвокатов арестовали. Вчера в семь утра на Брайтон-Бич устроили американские маски-шоу. Ну, знаете, это как и русские маски-шоу, только вместо Балтики-тройки используют полуторалитровую бутылку из-под Кока-Колы. А так все то же самое. Не знаю, то ли я башку откручиваю или не то. Им грозит до семи лет лишения свободы, им всем. Якобы они рисовали кейсы. Никогда такого не было, и вот пацаны опять. Ну, надо сказать, что занимались они этим очень давно. И компания называлась «Второй паспорт». И я так понимаю, что очень много русских к ним обращалось. Я бы, конечно, не рекомендовал этого делать, потому что плохая у них репутация. Но теперь, когда их всех взяли под арест ФБР, арестовали их в семь утра, заломились к ним в офис, кого-то арестовали в Испании. Представляете, пацаны, сидишь ты в этой своей Испании, и тебя арестовывают и экстрадируют в Америку. То есть американское правосудие, ему пофиг, где ты находишься, тебя достанут и в Испании. Плохо это не тем, что их арестовали, а плохо это для всех тех, кто пользовался ихними услугами. Потому что так уж заведено, если адвокатов сажают, если их берут за жопу, то все дела, которые они рассматривали, их всех пересматривают заново. То есть все, кто обращался за политикой, все, кто делал кейсы с помощью этих адвокатов, которых я зачитал, все ваши дела будут пересмотрены и, скорее всего, обнулены. То есть вам надо будет все делать заново, даже если вы получили грин-карты. Поэтому, пацаны, очень-очень думайте, прежде чем к кому-то обращаетесь, подумайте дважды. Кому вы обращаетесь? Зачем? Кто это такой? Потому что вот так вот можно попасть. Люди уже живут. Очень жалко людей, если честно. Очень жалко. Понимаете, россиян тут, тут и так россиян нету, но их тут и так мало. Там 1% от всего населения Америки. И через них очень многие делали эту политику. Ой, что это? Рокера или как они там называются? Так, здесь у нас есть фиксатор вала. Достаем его. У меня есть заготовленная специальная туалетная бумага. В общем, пацаны, придумывать кейс это очень плохо. Еще хуже, еще хуже просить кого-то придумывать вам кейс. Особенно людей, у которых не очень хорошая репутация. И теперь вот жалко людей. Многие уже здесь давно живут. И сейчас все их не дела. Всех, которых смогут отследить. Кто не получил паспорт, их точно пересмотрят. Я уж не знаю, как там с теми, кто получил паспорт. Мне кажется, я очень сомневаюсь, что могут, что тех, кто получил паспорт, их тоже могут набутылить. Я очень сомневаюсь. Я в это не верю. Надеюсь, это невозможно. Надеюсь, те, кто получил паспорт, от них да как оно достается-то. Ага. Ага. Пацаны, в первый раз делаю это просто. В первый раз. Не обессудится. Я знаю, вы там все профессионалы. Я вот не такой профессионал. Видите, масло какое. Оно, наверное, ни камеры не видно, но но с водой. Немножко с водой. Сейчас буду смотреть, что с этим валом. Хорошо, что я бошку стал разбирать, потому что здесь не масло, а вода, когда попала вода, пацаны, нужно все разбирать до последнего винтика. Все мыть, чистить, осматривать. Обязательно. В общем, я поймал волну, видимо, попала вода. Ничего криминального, можно было поменять масло и ездить, но по-хорошему, так как я люблю все делать основательно, нужно это разбирать. Обязательно. Так, запоминаем направление башки. Вот это вот сжопа, это пускай будет перед, хотя по правилам, конечно, ну ладно, это формально. Заметьте, да, сколько машин проехало. Просто целый хайвей. Вот и вам, пацаны, рекомендую, когда будете искать дом в Америке, рекомендую искать его, чтобы у вас столько же машин проезжало. Чтобы можно было включить и записать в ложек прямо на своей, на дороге. Да, надо все это разбирать, чистить, мыть. Это никуда не годится, как я поплыву-то в Россию на таком моторе. Есть у меня специальные приспособа. Это все убираем, это нам не нужно. Всего-то получилось шесть болтиков. Ерунда. Мотор простенький на самом деле. В машине, конечно, в линкольне вот сзади меня стоит, там посложнее будет. я хочу запомнить расположение клапанов и поставить их так же, как они стояли. Я пока не уверен, стоит ли мне менять клапана. Может, стоит, может, нет. Напишите, пацаны, что думаете, надо ли менять клапана. как-то это делается. Я не знаю, как это делается. Ага. 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 Ого. Как-то вот так вот это делается. Нужно его настроить, видимо, в первый раз. Впервые взял в руки. Непонятно. Окей. если вот так поставить. Не очень удобная приспособа. Я видел другие приспособки. Я также видел, что и этим работают люди. А как он фиксируется? Непонятно. Там же пипец какое давление, да? В общем, не знаю, пацаны, что делать, кто обращался через Илону, через Мойшу. Я бы сейчас побежал к другому адвокату, проверенному. И спросил бы, что собственно делать-то? Эда, как они? наверно, крутить надо. Я инструкцию не читал, как этим работать. Все по наитию. сейчас один клапан вытащу, чтобы вам показать. чтобы вам показать. Ага. Вот так вот. И здесь закручиваем. А я тут, думал, просто путем нажима. Нифига. Опа. Есть. все готово. Есть у меня магнитик, который не помещается сюда. Слишком он широкий. Ах, блин. Так, один снял. Там есть такой, типа называется, сухарен, что ли. Придется отверткой ковырять. Ладно, закажу потом. Закажу поменьше магнитика. Это какой-то слишком здоровый. Просто отвертка не очень ковырять. Но она тоже с магнитиком. Отвертка тоже пойдет. И все. Один клапан есть. На каждый цилиндр по два клапана. Пружинка и две пружинки. Две пружинки. Вот эта штучка, которую я хочу поменять на титановую. Не знаю, есть ли в этом смысл. Ставим ее сюда. Сухарики сюда. Не знаю, как это называется. Мне кажется, называется сухарики. И также вот он клапан. Как бы у меня с компрессией проблем не было. Как его проверять, я тоже не знаю. Ну, вроде крутится. Короче, что я бредом занимаюсь? У меня не было проблем с компрессией. Единственное, сальник. Вот я должен, хотел поменять. Как его достать? Как достать сальник? Этого я не знаю. Плаерсами, что ли, он достается. Пацаны, как он достается? Как ты достаешься? Прикипел он, что ли, я не пойму так. А, все. Все правильно. Плаерсами. Так, сальник я по-любому поменяю. Все крышечки, не знаю, как он называется, опять-таки говорю. Фух, фух, вот на клапан надевается, чтобы на клапан не лил масло в цилиндры. и вот так вот один за одним надо разобраться. Это по поводу того, что кто-то там пишется, что кто-то сдулся, что-то там испугался или еще что-то. Нет, пожалуйста, если у вас есть претензии к этим людям, будь то там Моша, будь то там на ютубе какой-то стрим смотришь. Про Сесуна. В Америке только разговоры, что о Сесуне. Куда не сунься, и здесь Сесун. Все как есть. Сесун во всем, как местный Навальный. Привет всем, что старое, ну не так? Старое, а я-то? На самом деле, я не знаю, почему там пишут. что он там какой-то мошенник, не знаю. Я такого не видел про него, не слышал ничего плохого. И полно, но обычный пацан, водитель, что там все взять. Все нормально. Блин, что с меня взять, пацаны? Спасибо. Все, что есть, вот у меня. Жив, жив. А я-то при чем вообще, пацаны? Я сижу себе, мотор перебираю. Конечно, до всех кризисов, до вот этого обесценивания рубля, наверное, в России больше. Можно как-то без меня? Что я-то вообще? Тимофея Кошанова знаешь? Не, не знаю. Что я сделал, пацаны? Все прекрасно. Заработал денег? В чем мое мошенничество? Заработал денег, мошенник. Таранов нормальный тип, просто не повезло с Союзом познакомиться. А, ну да, они видите, тут какая ситуация? Что я-то все? Все они нормальные ребята. Таранова, там эти, там у нас же Слизняк, там из Союза, да, из профсоюза. Вот, Поэтому, вот пацаны, кто мошенник, а кто работает, видите? Кто отдыхает, а кто работает? Сисун говорил, что я хайпую, да, на этой теме. Вот, я вообще не... Хоть один стрим без Сисуна обойдется сегодня. И без грузчика-мошенника. Мошенник-грузчик, который носит коробки, зарабатывает деньги, перебирает движки. Блядь, мошенник. Вот самые, самые не мошенники, пацаны, это кто не работает, сидит, блядь, на всяких донейшенах, дотациях, на... всяких доплатах по безработице. Вот они, блядь, не мошенники. Ну, блядь, тарановые грузчики, это, блядь, ужасные люди. Работают что-то, ебнуться можно. В Америке только дураки работают, пацаны. И тарановые всякие. Блядь. Нормальные люди, вон, только обсуждают, как другие работают. Давай, ебаный клапан, блядь, я тут мошенник. Не, он там, конечно, сказал, что я не мошенник, но я просто сам, само удивляет, о чем вообще можно говорить. Когда чувак я про себя показывает, как несет коробки, когда чувак показывает, как он покупает себе, как он живет, чем он занимается, что еще тут можно сказать? Тут сказать нечего. Почта. Почта приехала. Мошенник, блядь, сидит, тут движок разобрал. Я, пацаны, этот движок не разбирал, я его по запчастям на ebay заказал, разложил, блядь, и показываю вам, типа, я что-то разобрал. мистер мошенник. Так, пацаны, не забываем, что нужно по порядку складывать, чтобы потом на те же места их и воткнуть. Я не уверен за клапана. Единственное, что я знаю про клапана, что на девятке ставят какие-то злые клапаны, злые валы. Не знаю, пацаны, есть ли злые клапаны, злые валы, на мою лодку? Надо в Тольятти спросить. А есть ли у вас злые клапаны на лодочку? Да как тебя вообще вытаскивать? Да ебаный в рот. Вуаля, магия кино и голова разобрана. Я снял все клапаны, пружины, снял вообще все. В общем, довольно-таки в нормальном состоянии все. Не знаю, нужно ли менять мне эти тарелки на титановые, нужно ли мне ставить новые клапаны или эти пойдут. Вроде бы в целом весь двигатель в довольно-таки хорошем состоянии внутри. нужно поменять расходники, голову нужно отмыть и будет ходить. Вал в отличном состоянии, один вал здесь, он как новый, никаких вообще. Ничего здесь нету, ничего криминального, даже болтики. В общем, у этого двигателя все, что находилось внутри, оно все в отличном состоянии. он весь проржавел, болты проржавели снаружи, то есть попадала вода, соль, соль все уничтожает. Это тоже в отличном состоянии, здесь тоже не на что смотреть. Пару новостей о Техасе. Вы все слышали, в Техасе катастрофа. Два миллиона людей остались без электричества. По всем центральным каналам, ну, в очередной раз, знаете, Америка опять уничтожена. Каждый примерно полгода, как минимум, а может быть, три раза в три месяца Америка уничтожается. Ну, помните, туалетной бумаги не было, во Флориде там ураган пришел, пожары были. Каждый раз Америка уничтожается, уничтожается, уничтожается. Давайте опять-таки разберем, что на самом деле случилось. Два миллиона, а в Америке проживает 300 миллионов, то есть два миллиона это примерно 0,6% остались без электричества. То есть давайте уже договорим, договорим, 0,6% остались без электричества при температуре в 0 градусов. Я думаю, что в России 0,6% населения вообще никогда в жизни не имело электричества у себя в доме и отопления. Я практически уверен, что наверняка 0,6% в России живут настолько в ужасных условиях, что ни о каком электричестве они не слышали. Во-вторых, там Техас, надо понимать, что это реальная катастрофа, то есть это погодные условия, они изменились, это природа, с этим ничего не сделать. И что там случилось? Ну там днем 0 градусов вчера было, 0 градусов. Ну что, это катастрофа. Вы сидите в минус 30 своей маске полностью в сугробах вот так вот замело, в десятибальные пробки. Каждый год это происходит, каждый год. В Техасе раз в 200 лет опустилось до нуля днем, ночью там похолоднее, что-то минус 5, минус 10, может другие дни было прохладнее, но вот 0 градусов было вчера. И вот вам рассказывается. И самое удивительное, что когда я слушаю, никто не говорит какая температура. Ужасные заморозки, морозы, кошмар, катастрофа. Блять, ну скажите хоть раз 0 градусов, там 0 градусов, там катастрофа, там 0 градусов, хоть раз произнесите это слово, никто не произносит. Смотрел это в Артемии Лебедев, он тоже. Пропагандон, пропагандон знатный тоже говорит, там лютые заморозки, нереальные морозы. Господи, ну скажи 0 градусов, 0 градусов, там 0 градусов и 0,6 процента населения осталось без электричества. Пацаны, ну починят электричество, ничего страшного. Дома развалились. Я занимаюсь профессионально, вожу уже несколько лет, завожу людей из дома в дом и вижу, какие бывают дома. Да, представьте себе, в Америке бывают дома из говна. Вот мой дом, он все с ним окей, он свежей постройки, за ним ухаживают, то есть здесь нет никаких дыр, ничего не течет, крыша в нормальном состоянии. Если пойдет снег, ничего с моим домом не случится. Но есть дома в Америке, дешевое жилье, представляете, есть дорогое, есть среднее, есть дешевое. Ну да, так и должно быть устроено. Дешевое жилье, но то оно дешевое, что оно разваливается. А там случилась действительно катастрофа, выпал там снег раз в тысячу лет. Такого никогда не было. Техас, это тропики, это все равно, что у меня сейчас за спиной тоже был бы снег. Это то же самое. В Техасе, чтобы вы понимали, летом там плюс 40-45, это вообще обычная погода. И какого-то вот там черного чувака показывают, как он ноет, о господи, я там в душе сижу, включил горячую воду, чтобы хоть как-то согреться. Ну да, у чувака 0 градусов, он никогда в жизни не видел снег. Никогда в жизни не видел такой холод. Ну, представляете, он всю жизнь прожил по 40 градусов, и для него это катастрофа. для него, но вам даже не говорят о том, что, кстати, там 0 градусов, и через пару дней там уже будет плюс 20, и все. И еще 100 лет там не будет такой температуры. Будет единственное, что будет куча забавных видосов, куча забавных историй. О, в Техасе было там температура ниже нуля, или даже 0 градусов держалось днем. И все. А ничего, короче, ничего не случилось. Вот это что. Ну, блять, остались без электричества, есть генератор. Я себе тоже решил купить генератор, потому что всякая херня случается. Электричество бывает, провода обрывают, и в России тоже самое происходит, в любом другом мире. Это абсолютный бред делать из этого какую-то сенсацию. Такое произошло. Я уверен, что все с ними будет нормально, все с ними будет в порядке. У кого дома застрахованы, а когда ты берешь ипотеку на дом, у тебя дом застрахован, если у тебя там крыша провалилась, тебе страховка все возместит, скорее всего. И вот мэр города, Колорадо-Сити, забыл, что он мэр в Америке, а не в Сызрани, и был вне очереди набутылин, за глупый пост в Фейсбуке. Его, короче, жители попросили, чтобы он открыл муниципальные здания, чтобы людей туда пустили погреться. Он сказал, а вы что, типа ебобо? И в итоге ебобо оказался вон, его насадили на бутылку, и в тот же день его сняли с поста мэра. Вот так, пацаны, работает свобода. Мэр что-то пизданул, что-то не то сказал, все, в тот же день он больше не мэр. Так это работает в здоровом обществе. Ну вот, сегодня в Техасе плюс 5, в городе Аустин, завтра плюс 13, потом плюс 17, плюс 22. Бедные люди, бедные люди, как они живут? Сегодня плюс 5, завтра плюс 15. Катастрофа. Еще есть такое, что реально организм очень сильно привыкает к жаре. Вот я, и организм меняется, перестраивается. То есть, я жару вообще не переносил, когда я жил в России, потому что я все время жил в холоде, все время было холодно, когда было жарко, мне было неудобно. Сейчас наоборот, я привык к Флориде, привык, когда плюс 30, для меня наоборот это комфортная, классная температура, и для меня все, что ниже нуля, для меня стало просто невыносимым. И это всего лишь год жизни, там, и работа во Флориде, и организм уже перестроился. То есть, к хорошему привыкаешь быстро. Я тут от биткоина, конечно, охреневаю. У меня от видеокарты 3080, я поставил ее майнить, и она зарабатывает 300 долларов в месяц. Я говорю, ебаный ворот. Это что, если царь раздаст каждому же сиянию по видеокарте, представляете, просто дойдет к каждому видеокарту 3080, и каждый может зарабатывать по 300 долларов в месяц. Это, представляете, как экономика, просто Россия начнет моментально просто поднимется экономикой, то есть, страна начнет что-то производить. Надо производить биткоин. Это тоже офигительный вариант электричества, недорогое, дешевле, чем в Америке. И, представляете, если у каждого будет по 300 долларов в месяц, без ниоткуда появится, то есть, это покупательская способность увеличится, люди начнут покупать, производство увеличится. В общем, это офигительный стимул. В общем, голосуйте за простого пацана. Когда я стану президентом, я каждому раздам по видеокарте. У каждого будет майнинг-ферма в квартире, и каждый будет получать как минимум минимальные свои Сатоши 300 баксов в месяц. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите в комментариях, как нужно мне правильно разбирать мой двигатель. И, пацаны, у меня есть e-mail, есть... А лучше пишите в Telegram, а лучше на e-mail, короче, найдете мой e-mail в описании. Если есть механики, кто хочет работать в Америке, или кто живет в Палм-Косте, во Флориде, обязательно пишите мне, может быть, что-то придумаем, что-нибудь замутим. Вообще, автосервис в Америке это такая тема. Вот, решил разобрать двигатель. Конечно же, разобрать намного легче. Сейчас попробую собрать, посмотрим, что получится. Заказал запчасти, часть из них пришла, часть не пришла. Будет у меня выходные, там 4-5 выходных, обязательно все это помою, соберу, и отправлюсь спасать вас, пацаны. Лайки, комментарии, пишите, как вам этот такой формат, вообще, как вам с движками, с машинами. По-моему, мне вот нравится, я вообще обожаю всякие такие штуки, собирать, разбирать. Вы тоже напишите, просто интересно, что аудитория думает. До встречи в комментариях. Ту-ту-ту. Все, хватит батареечки тратить. гараж выключен, пацаны. До встречи.